Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками знаменитыми. Сегодня я хочу вам показать картины Рене Франсуа Гелен Магрид. Бельгийский художник-сюреалист, известен как автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин я пользуюсь в Википедии, ресурсами интернет. Родился он 21 ноября 1898 года в маленьком бельгийском городке Лиссини. Детство и юность провел в городе Шарлеруа. Ну и жизнь в общем была нелегкой. Через несколько лет после рождения его мать утопилась в реке. И конечно это ужасное событие оказало большое влияние на будущего художника, а тогда еще подростка. Вода безжалостно обнажила ее тело, намотав подол рубашки вокруг головы. И считается, что именно поэтому на некоторых картинах Магрита лица людей закрыты тканью. Картины, изображающие русалок наоборот. Это существ с головами рыб и ногами женщин. Сам же художник утверждал, что смерть матери не оказала на него настолько сильного влияния. Он говорил, что в тот момент, когда было обнаружено ее тело, он даже ощутил некоторую радость, потому что этот печальный факт сделал их семью в знаменитой его округе. В остальном же признавался Магрит. В его детстве было достаточно других событий, повлиявших на его творчество. Два года Магрит поручился в Королевской академии изящных искусств в Брюсселе. В это же время он познакомился с Жоржетой Бергер, на которой женился в 1922 году и прожил до самой смерти в 1967 году. Магрит проработал художником плакатов, рекламы на фабрике бумажной продукции до 1926 года. Затем контракт с Брюссельской галереей Сента, который позволил ему полностью посвятить себя живописи. В 1927 году он устраивает первую выставку. Критики признали ее неудачной. И Магрит Месси с женой уезжает в Париж, где знакомится с Андре Бретоном. Андре Бретон – французский писатель и поэт, основоположник сюрреализма. Так, справочка. Вступает в его кружок сюрреалистов. Вступление в этот кружок помогло Магриту обрести свой фирменный, своеобразный стиль. По которому узнают его картины. Художник не боялся спорить с другими сюрреалистами. Например, Магрит отрицательно относился к психоанализу и особенно к его проявлениям в искусстве. Вступил в коммунистическую партию. Точнее, не вступил, а трижды вступал с 1932 по 1945. Трижды покидал ее ряды. Из-за разногласий с товарищами во взглядах на роль искусства, пропаганде и идеи социализма. В идеях коммунизма Магрит, прежде всего, видел доступность интеллектуальной роскоши для всех слоев. Классовое сознание необходимо, но это не означает, что рабочие должны бобрить себе на хлеб и воду и не хотеть курицы и шампанского. Художник-коммунист видит смысл своего творчества в создании картин, которые будут интеллектуальной роскошью, роскошью коммунистического общества. После расторжения контракта с галереей Сент-То, Магрит возвращается в Брюссель, снова работает в рекламе, а потом вместе с братом открывает агентство, которое дает им настоящий доход. Во время оккупации Германии, Бельгии, во время Второй мировой войны, Магрит сменяет цветовую гамму и стилистику своих картин, приближаясь к стилистике Ренуара. Художник считал важным взбодрить людей, вселить в них надежду. После войны перестал писать в таком солнечном стиле, возвращается к образе своих довоенных картин, окончательно формирует свой странный стиль, добивается широкого признания. 15 августа 1967 года Магрит умер от рака поджелудочной железы, похоронен на Сахарбекском кладбище. Надо сказать, что в 2009 году в Брюсселе открыт музей Магрита. Художник изображен на бельгийской почтовой марке 1993 года. Большую часть жизни Рене Магрит прожил так, чтобы не выбиваться из образа заурядного человека. Он носил неприметную одежду, жил в благообразном маленьком домике с фарфорами и гусями на каменной полке. И рисовал прямо в столовой, ни разу не испачкав пол краской. Многие молодые художники, среди которых Энди Уорхол, Роберт Раушенберг и Джастин Джонс, впервые увидели работы Магрита на экспозиции в 1954 году в Нью-Йоркской галерее Сидней Дженнис. Впоследствии Раушенберг и Джонс приобрели работы Магриба. Музыканта используют как работы Магриба для оформления обложек своих альбомов. Конверт пластинки Джеффа Бека, Джексона Брауна. Кстати, он упоминается в текстах песен Пола Саймона. А сэр Пол Маккартни, большой почитатель творчества Магрита, вспоминает, как одна из картин определила название и логотип фирмы Apple Corpse. Ну вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать. Все то, что я нашел в интернете, в Википедии. Теперь посмотрите картины. Кто посмотрит, тот посмотрит, кто не посмотрит, тот не посмотрит. Всего хорошего, до свидания. Это был Рене Франсуа Елен Магрит. Бельгийский художник-сюрреалист. Известен как автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok